Павел Дементьев с пяти лет на турнике и кольцах. Это увлечение будущего спортсмена заметили родители и привели в секцию спортивной гимнастики. Тренеры тоже разглядели в мальчике талант и прочит ему большое будущее. Сейчас у девятилетнего атлета уже второй юношеский разряд. Павел к своим достижениям относится скромно. Для него главное почаще выступать на соревнованиях. А когда их нет, устраивает показательные выступления во дворе. У меня сзади дома есть площадка, где есть турник. Я другу показал обороты, но хотел тоже попробовать. Родители юных спортсменов в восторге от увлечения детей. По их мнению, соревнования, конечно, необходимы. Это что-то вроде экзамена в школе, но сами тренировки намного важнее. Соревнования – это показатель результата, чего он достиг в течение этих занятий. Ну, понятное дело, что важнее тренировки. Тренировки, потому что для его физического развития, для его спортсмен, то, что он здоровый растет. Не сидит целыми днями, как у нас сейчас дети, в компьютерах, в телефонах, в интернете. Самарская спортивная гимнастика сейчас на подъеме. В секции и спортшколы приходят заниматься сотни детей. Вот и на городской турнир призы Деда Мороза приехали состязаться несколько команд. Девчонки выполняли опорный прыжок, брусья, бревно и вольные упражнения. Мальчикам нужно было пройти кольца, коня, опорный прыжок, перекладину, брусья и вольные упражнения. Дети все разные. Кто-то очень хорошо выступает, а кто-то не очень. Но все-таки, несмотря на это, все у нас дети выступают чистенько, с натянутыми ножками, ручками. То есть показывают, что они гимнасты, а не дети со стороны, с улицы. Это очень заметно. Юным спортсменам от 6 до 12 лет. Но у некоторых уже есть взрослые разряды. Тренеры достижениями своих подопечных довольны. Хотя этот год был сложным из-за пандемии. Тренироваться приходилось с перерывами. Поэтому получение очередного спортивного разряда в последнем турнире года – хорошее достижение. Гимнастика – это, как говорят, мать всех видов спорта. Кто-то дойдет до мастеров, кто-то не дойдет. Я думаю, что каждый сможет по максимальным своим способностям и выступить, и дальше подготовиться. Спортсмены и тренеры подвели итоги уходящего спортивного года. А руководство Федерации спортивной гимнастики уже подготовило для подростков новые старты в новом году. Из традиционных – это первенство Самары и области. А также выезд на турниры в другие регионы. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События.